Наши коллеги из Керчи уже на связи со студией. Дарья Зимина готова принять эстафету нашего эфира и рассказать подробно о событиях в городе Героя. Дарья, доброе утро! Что у вас сегодня на повестке дня? Рассказывайте. Здравствуйте, коллеги и все те, кто утро нового дня встречает вместе с нами. В Керчи 2020 год начинается с плодотворной работы уже в феврале. Где начнет свою деятельность Совет территорий. Старт это проект в Крыму, старт которого анонсировал еще в прошлом году Сергей Аксенов, глава республики. Члены такого объединения смогут напрямую участвовать в общественном самоуправлении, а также в принятии важных городских решений о том, кто может вступить в этот Совет территории и чем будет заниматься объединение, нам сегодня расскажет глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Доброе утро, Сергей Вадимович. Для начала расскажите, это будет, получается, один главный Совет территории, который будет подразделяться еще на несколько, так скажем, ветвей. То есть в каждом районе будет свой территориальный Совет. Все верно? Совершенно верно. Это как исторически уже сложилось. У нас три района. Соответственно, у нас будут три Совета территориальных, которые будут работать на местах. Это Оршинцевский, это Центральный район, это Ойковский район. И Совет территории Центральной, который буду возглавлять уже сам я, это будет у нас находиться, это будет совокупность этих Советов. И вообще территории города будут стекаться именно туда. Какие задачи будет выполнять этот орган? Ну, в первую очередь, задача это наладить более тесный контакт с жителями, с активными жителями города Керчи, которые хотят его изменить в лучшую сторону. Это самая первая задача. Ну и, соответственно, перераспределение это и финансовых средств, и ресурсов, которые владеет город и тратит на улучшение жизни в городе. Все вот это будут выполнять именно эти территориальные советы. А в каких сферах еще будет работать Совет территории? Может быть, вот это благоустройство и так далее? Совет территории будет работать во всех направлениях, чтобы улучшить именно свою территорию. Эти активные граждане, которые мы сейчас приняли решение, это будут 15 человек, и посмотрим, насколько это будет действовать. Потом надо будет уменьшить или увеличить количество. Они будут поднимать проблемные вопросы в своей территории абсолютно во всех сферах. Это очень нам важно, чтобы именно жители своего района поднимали проблемные вопросы. И еще самое главное, чтобы они сделали, так скажем, приоритетность решения данных вопросов, в зависимости от тех ресурсов, которые есть. Вот это для нас главная задача, сформировать приоритетность решения вопросов. Потому что, когда мы принимаем решение вместе с депутатами из расхода денежных средств на ту или иную проблему, для решения той или иной проблемы, то мы исходим из своих принципов решения вопросов. На территории не кто-то доволен, кто-то недоволен этим вопросом. А теперь именно приоритетность решения проблемных вопросов будут принимать сами жители города, и это очень важно для нас. То есть будет так, сначала выстроится весь совет, подберется состав, и только потом уже будут решать, какую сейчас нужно решить проблему, да? Нет, конечно, мы сейчас не остановились в решении проблем, мы их продолжаем решать, решали и продолжаем решать. Но совет территории нам поможет в приоритетности выстраивания и решения проблем. Это очень важно, и первое заседание мы уже проведем в конце января 2020 года. Вот теперь подробнее о составе. Кто туда войдет, и на какой срок вообще будет у совета? Сколько он будет действовать? Территориальные советы будут собираться в определенном составе, который будет сейчас определен, на 6 месяцев. Через 6 месяцев будет ротация этого состава. Сейчас по нашему положению мы приняли решение, что в каждом территориальном совете будут находиться 15 человек. Туда критерии отбора, это будут лица, которые достигли уже 18 лет. Это самое главное критерие отбора. Второе, это активность жителей, которые проявляют именно в решении городских проблем и проблем своего района. Обязательно туда будет входить, и возговорить его будет мой заместитель, туда будут входить депутаты городского совета, туда будут входить участковые, туда будут входить люди с общественных организаций, это люди-председатели многоквартирных домов, председатели ТОСов и любой желающий, активный гражданин этого района. И что нужно сделать для того, чтобы вступить в совет территории? Еще до 15-го числа мы принимаем заявки, получили достаточно большое количество желающих вступить в эти территориальные советы. И 15-го числа мы определим уже его качественный состав. То есть этот территориальный совет уже начнет работать. То есть после принятия заявок до 30-го числа первые заседания этих советов уже состоятся территориально. Вот, кстати, как будет выстроена работа совета территории? Это будут только заседания, либо инспектирование каких-то проблемных объектов, приемы граждан? Абсолютно не будем регламентировать эту работу. Мы дадим на откуп именно совет, они с вами будут принимать, что им делать. Единственное наше будет требование, это заседания обязательно раз в месяц. Не реже, чем раз в месяц они должны собираться. Они должны также принимать граждан своего района. Они должны рассматривать все проблемы. И дальше председатель, секретарь и членов совета проголосуют, каким образом они будут дальше проводить свое заседание. То ли инспектируют, то ли совместно, то ли будут распределены по направлениям и по ставленным задачам. Самое главное, чтобы они эти проблемы подняли, и мы смогли их решить для города. Хорошо, спасибо вам большое, Сергей Вадимович, за такую информативную беседу. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был глава администрации Керчи Сергей Бороздин, и мы говорили о создании совета территорий. К этому часу у меня все. Симферополь, я передаю вам слово. Большое спасибо, Даша. Желаем вам отличного настроения, добрых новостей и, конечно же, бодрого дня. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Дарья Зимина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова